Маринки впорхнули в дом мой, будто птицы светки, смеясь и щебеча, как воробьи, две юные марины, две студентки, читательницы пылкие мои, премудрые, забавные немного, с десятками зачем и почему. Они пришли восторженно и строго, пришли ко мне, к поэту своему, и с двух сторон усевшись на диване, они цветами робость заслоня весь груз своих исканий и познаний, обрушили с азартом на меня, одна, глаза и даже сердце настишь, другую и поймешь, и не поймешь. Одна сидит доверчиво, как счастье, другая, настороженно, как еж, одна, как утро в щебете и красках, другая, медий радостный призыв, одна, сама взволнованность и ласка, другая, вся упрямство и порыв. А я затих, как будто вспоминая далекой песни, недопетый звук, и на мгновение, как? Не понимаю, мне почему-то показалось вдруг, что предо мной не славные маринки, а полную упругого огня моей души две равных половинки, когда-то в прах, сжигавшие меня, сжимавшие и в небо подымавшие, как два крыла надежды и борьбы, и столького наивно ожидавшие от щедрости неведомой судьбы. Бредет закат по подмосковным крышам, пожать ей рук, прощальных пара слов, и на дороге вот уж еле слышен довольный стук упругих каблучков, и тают, тают в гуще тополей. Не то две светлых, трепетных маринки, не то души две звонких половинки из невозвратной юности моей.